Зовут меня Леонид. Леонид Юрьев. Работаю я в компании Peter Service. Я вот пришел с таким докладом вас слегка повеселить, надеюсь разбавить такую академическую тусовку. Расскажу, как мы занялись таким безнадежным делом, как вот доведение вот этого проекта на орбиту космическую буквально. В принципе, мы его вывели. Давайте сейчас расскажу детали. Что такое Peter Service? Peter Service это большая такая, большой enterprise на самом деле. Там тысячи человек работает с лишним всего. Делают решения для крупных операторов связи, для мегафонов и ежи с ним. 20 лет на рынке, там все написано. Очень большие системы сложные делают, большой сложный биллинг. И в общем все там страшно и сурово. Я там вот это безобразие немножко нарушаю корпоративное. То есть open source мы там понемножку применяем, делаем что-то интересное. Вот какие-то решения, пытаемся как-то по-новому на них посмотреть, что-то новое сделать. Значит, о чем собственно речь? Так, минуточку. А, вот зачем это нам? Значит, мы начали делать вот такой кластерный LDAP. Что это такое, зачем он нам нужен вообще? Значит, суть-то в том, что вот LDAP как протокол, минуточку, что-то. LDAP как протокол, он в телка вот индустрии, в телекоме очень сильно много где используется. То есть там он прописан как вот такой идеология взаимодействия многих подсистем. Очень много. Многие справочники работают там на нем в таком времени. Ну и постоянные, и профиль абонентов. В общем много чего. Там что только не хранят. Соответственно, вот такой сервер LDAP там является таким стандартным кубиком. И рано или поздно нам захотелось, у PeterServe захотелось получить некий свой кубик. Вот можно было самим делать, конечно. Можно было взять что-то из open source. Начали смотреть, собственно, что можно взять. Ну вот тут надо сказать о требованиях. Значит, на самом деле кубик, который нужен телекому, он совсем не такой, как нужен всем остальным нормальным людям. Он совершенно извращенный в каком-то плане. Ну, во-первых, представьте, что идет 10 тысяч обновлений в секунду. Ни у какого LDAP такого темпа обновлений нет. Это вообще задача, для которой LDAP не предназначен. И на самом деле есть архитектурная проблема. Когда телеком рос, эти системы скрещивались, новые тарифы прибымывали, какие-то там 3G, 4G что-то начинало запускаться, то получилось все-таки проблема какого толка? Что чтобы это все работало на базе вот этих старых каких-то базовых принципов, где там LDAP написан, нужен вот такой LDAP космический, которого вроде как и в природе нет. Ну, кроме вот такого потока обновлений, 10 тысяч, нужно еще порядка 25 тысяч запросов на чтение, чтобы он обслуживал. Это все нужно, чтобы работало десятки, сотни миллионов записей. Причем каждая запись — это не просто какой-то key value, это на самом деле такой кортеж. Ну, то есть там LDAP-атрибуты, какие-то поиски нужно по ним делать. В общем, довольно такая кучерявая штуковина. Дальше. Телка, вообще, телеком, он не может работать без резервирования. То есть какой-то там high-viability или ежесним, что-то обязано быть. И как это нужно делать? В OpenLDAP вот это делается таким способом, как есть, в принципе, мультимастер-репликация, она прописана там, ее умеет OpenLDAP, забегая вперед, она прописана в RFC и вроде бы работает. Ну, в чем суть, что есть несколько узлов. Это не такой плотно связанный кластер, как там обычно подразумевается. Но, тем не менее, есть несколько узлов, которые достаточно надежно между собой связаны. На любой вливаем данные, они почти тут же появляются, значит, реплицируются на все остальные. Принцип в том, что здесь данные вливать можно на любой узел. Вот лишь бы только, в смысле, изменения вливать можно на любой узел, лишь бы эти изменения не конфликтовали, и все будет хорошо. Дальше. Вот из таких вот отдельных серверов, нужных для узлов кластера, надо собрать геораспределенный кластер, как минимум два на два. Что это значит? Что есть город, с одной стороны его стоит пара серверов, через оптовое окно с другой стороны города стоит другая пара серверов. Это минимум. Минимальная конфигурация вот таким вот четыре узла. Проблема тут как бы ее не видно, но на самом деле в том возникает, что у нас четыре точки и у нас full mesh. То есть у каждого минимальной конфигурации, которую можно разрешено будет включить, у нас у каждого сервера четыре линка репликации. С этого начинается как бы дальше кошмар, который мы нашли. Потом все это должно работать 24 на 7, ну или примерно так, потому что если что-то не будет работать, будут звонить ночью, вызовут такси. Может быть не так страшно, но вообще там, конечно, идет огромное тестирование, осторожно все это включают, но когда взрывается, бывает все. Вот такие требования. Значит, ну начали мы смотреть, обирать кандидаты, перечислять не буду. Выжил, в общем-то, только OpenLDAB. Остальные не тянули нагрузку. OpenLDAB выделялся тем, ну, забегая вперед, у него есть вот движок внутри LMDB. Как правильно произносится? LMDB, наверное, все-таки правильно. Он работает в модели MVCC. Это вот тоже предыдущий докладчик говорил. То есть чистейшие снапшоты. Фишка этой модели в том, что если она сделана, как говорится, правильно и идеально, то мы на машине можем масштабироваться по ядрам практически линейно. Ну, то есть запустили в шариной памяти, держим данные, да, и по чтению имеем масштабирование по ядрам. Ну, завысишь там, конечно, пенальти на NUMA, но вот на обычном серваке, где там не нужен нам NUMA, пусть там будет 4 ядра или 8, это обычная униформная память, оно по ядрам масштабируется практически линейно. И при этом что еще есть? Вот взаимодеградации чтения на записи нет. То есть у нас некая производительность есть по чтению и по записи, и они друг от друга не зависят. Ну, естественно, база при этом помещается, должна вся в памяти помещаться. Может быть, надо было там сразу сказать, но вот такие нагрузки держать, когда база данных на диске нажжет искать, оно никак не получится. Но другое дело, что если вышибет свет, то мы данных в чем-то терять не должны по-хорошему. Там должны быть компромиссы какие-то, но в идеале терять вообще ничего не должны. Вот что получилось? Что производительность по записи упирается в диск, то есть ставим SSD, там какие-то супер сториджи, и оно туда льется. Что сторидж может, то мы и получаем. А почти у нее все хорошо. Ну что еще? Там есть так называемый memory mapping режим в самом движке LMDB. Я не хочу много про LMDB говорить, но это надо сказать. В чем суть? Суть в том, что весь образ базы данных у нас поднимается в память, он отображается redwrite, и в нем что-то мы там делаем. Делаем, 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 не важно как. Если процесс убить, ну, например, памяти не хватит, или kill-9, вот если его убить, то ядро все изменения на диск запишет. Таким образом, все аварии уровня приложения нам как бы не сильно страшны. Ну, с поправочкой на то, что если, конечно, будет сильная, большая там роспись памяти, да, кто-то там сильно мимо тазика, то база повредится. Но с другой стороны, нам аварии вот в уровне приложения не страшны. А в OpenLDUB, мы на тестах уже замечали, что он иногда там падает. В некоторых случаях, когда там с коннектами что-то не то, там с сетью проблемы, там, да, раз там, и на десятый раз, значит, завалился. Ну, в общем, вот это нас тоже привлекло, что вроде бы как прослеживается решение, можно там посмотреть, разобраться, доделать. Ну, и мы полезли. Полезли, ну, взяли, развернули там тестовую конфигурацию, настроили, оно, в принципе, работает. И пошли, пошли, пошли дальше. И большие проблемы-то, в общем-то, пошли тогда, когда мы это начали тестировать уже в масштабе близко к промышленному. То есть тогда, когда уже как бы проект запустился, и отступать вот назад было как-то уже не с руки. То есть когда мы вроде как закоммитились на то, что оно, в принципе, должно работать. И вот теперь надо было… Я тогда еще в проекте не участвовал, скажу, что и в выборе не участвовал. Меня позвали потом уже как бы пожар пушить. Что вот мы начали наблюдать? Утечки памяти. Ну, то есть он явно пух-пух-пух, и вот там, значит, раз в трое суток, вот, значит, он у нас выпадал, потому что памяти не хватало. Падение в коде? Падение? Ну, я в поезде печатал. Ну, что ж, я честно говорю, здесь ехал в поезде, у меня даже новых сил здесь продолжал. Да, потом все поправим. Хорошо, что вы заметили. Спасибо. Значит, падение входит вот возле базы данных, да, возле самого движка, так сказать. Вот нас несколько пугали. Но, тем не менее, значит, уже надо было что-то делать, начали разбираться. Были проблемы в сети, странное поведение репликации, то есть она вот раз и переставала вдруг реплицировать. Вроде как данные… Что-то обмен идет, а по данным, по неким признакам, мы видим, что репликация не происходит. Была еще такая жутко непонятная странная проблема, значит, переполнение базы данных. Ну, что это такое? Вот есть у нас, условно говоря, там, база-то большая, да, есть, значит, 100 гигабайт, они в памяти живут, есть на диске 100 гигабайт, и самое главное, чтобы для эффективности, чтобы это работало, оно в памяти должно помещаться. То есть дело не в диске, в памяти, конечно. И у нас, мы так, ну, прикинули, ну, давайте там 50% заложим в резервирование, да, вот, по тестовым, по объему, да, что должно хватать. 50% запаса, двукратный запас. А тут раз, она переполняется. Мы на север останавливаем, а там все нормально. Ну, да, там видно транзакции, сборка мусора, там еще всякое. Все идет, место есть, на самом деле. Но в процессе, значит, того, когда была попытка записи в базы данных, она выдала ошибку, что, значит, все, не смогла. Вот. Ну, поехали мы дальше, начать. Так. А я пытаюсь это... Да. Нет, сейчас поменялось, она просто как-то с запаздыванием. Ну, давайте. Я просто так, да. Ну, значит, мы полезли, полезли вглубь. Ну, с чего началось? Началось с того, что мы, конечно, писали баг-репорты. Ну, есть, так называемая Симос Корпорейшн. Они занимаются коммерческой поддержкой. И, как бы, ну, проект OpenLDAP открытый вообще. Ну, если хотите, за деньги, пожалуйста. Мы начали, там, значит, аккуратно писать баг-репорты. Ну, и смотреть, значит, если как-то будут отвечать, и вообще есть смысл платить деньги за то, чтобы проблемы-то исправились, ну, пожалуйста, деньги есть, мы готовы. А постепенно стало появляться ощущение, что нет смысла писать, потому что ничего не ремонтируется. Более того, баг-репорты, когда, значит, ну, там есть, у них баг-трекер, да, начали там копаться, там что-то около тысячи всяких записей, как всегда, там, половина ерунды. Ну, в общем, начали мы смотреть, и выясняем, что, в принципе, то, о чем мы сообщаем, люди так или иначе уже видели. Это было пять лет назад, три года назад и так далее. И мы понимаем, что, ну, все, смысла нету. Начали мы туда полезть, полезли сами. Ну, вот, кое-какие проблемы пробные начинали решать, там были какие-то эксперименты. Вот была такая проблема распухания 3db. 3db – это внутри самой, значит, лмдб-движка есть такая сущность, которая, ну, как грибочкой электро, там мусор собирается. Вот. И проблема в том, что он распухает, и все место зажирает в итоге. Вот мы сделали так называемый пробный лифопатч, который по-другому его обрабатывал. Вроде помогло, вроде там это, но принципиально проблема не решалась. Но, тем не менее, уже, значит, полезли вниз. Потом стали замечать, значит, ошибки находить double free всякие, плюс-минус один. Ну, традиционные ошибки такие, да, вот. И полезли валгриндом и так далее. И, в принципе, вот последний пункт, я вам честно скажу. Я, конечно, понимаю, что open source, ну, вот, люди написали, нельзя их там, как бы, критиковать сильно. Вот тут, честно, что-то я не знаю. Может быть, я идеалист или перфекционист. Ну, как-то все не очень. Что? Там дело не в асерте, не асерте, это совершенно дело не в этом. Дело в том, что стиль написания кода, он такой ребусоподобный. В одном месте, у меня вот интересная вещь была, значит, там, как бы, господи, номер страницы делился, количество страниц делилось на номер транзакции, что-то такое, понимаете, было. Я, честно говоря, не понял. Причем, если, как бы, сильно вникнуть, то там определенный смысл есть, потому что это условие работает только там в этом кейсе, когда у нас там идет вторая, третья транзакция, и тогда, в принципе, мы просто равномерно распределяем. Но таких вещей их миллион. И когда это все равномерно перемешано, да, а объем кода, значит, LNDB-движок, там, десять тысяч строк кода, OpenLDAP там что-то, по-моему, господи, полмиллиона, что ли, я не помню. Но когда вы начинаете туда смотреть и понимать, что вот здесь делается одно, а здесь, например, то же самое немножко по-другому, а в пяти местах то же самое с вариациями, да, и вот эти плюс-минус один еще, то есть, собственно, ну, не хочу я ругаться, там, я говорю, что вот на Хабре недавно статья была там, кто-то, как надо писать неподдерживаемый код. Вот там прояву было, но вот, по-моему, там около пятидесяти пунктов. Вот если из них взять, там десять выкинуть каких-то, которые совсем только для Явы, остальное в OpenLDAP вот все есть, вот буквально. Учеб никак не надо делать. Проблема, на самом деле, в другом, мне кажется, да, ну, качество кода всегда может быть, да, там, технический долг, там, какие-то проблемы, никто не хочет, ну, дело в другом. Вот идеология в том, что, да, направленность идеологическая, что проект не рассчитан на то, что он будет поддерживаться сообществом. Вот такая метрика, она есть, знаете, вот кривая обучения. Вот вы открываете проект, ну, посидели там какое-то время, нашли ошибку там или что-то новое придумали. Вот чтобы вникнуть в тему, у вас какое-то там количество времени нужно. Вот если вы это делаете, условно говоря, там, за день, замечательно, да, проект будет расти быстро. Если у вас, как у нового какого-то контрибьютора там, на это уходит неделя, ну, хуже, ну, терпимо. Но если у вас на это уходит, извините, год, то все. Вот что было в ГЦЦ? Такое же было? Ну, как-то стало лучше. Ну, вот это там все есть. Ну, давайте не будем о плохом. В итоге мы пришли, мы сделали форк. То есть нам, ну, самая основная причина, что нам нужно было ехать, а не шашечки, вот если честно, да. То есть у нас нужно было либо отказываться, откатывать проект, он раскатан, оборудование куплено там и так далее, все идет. То есть либо туда, либо сюда. Вот. Но для самого форка были еще причины. Вот банальная причина такая. Было при компиляции 5000 предупреждений. Вот я вам не вру, честно. Точно это там не помню цифру, но примерно около того. Мы выкатили патч, который, значит, а, ну 99 из них безобидные, то есть совершенно там можно игнорировать. А были реальные, которые говорили о багах. Ну, естественно, вот в этом море стоящих предупреждений, когда нужно что-то исправлять, когда компилятор вам подсказывает, вот здесь проблема, надо посмотреть. Этого не видно. Этого никто не видит. Но проблема элементарная. Надо брать, ерунду-то убирать. Ну, мы взяли, выкатили патч. Вон там патч на систему логирования. Использованы этих варкс из C99. Патч завернули. Ну, я понимаю чистоту идеи, что там, да, вот есть у нас старые системы, там это не поддерживается, и плохо делать какую-то несовместимость. Ну, там на самом деле можно было патч делать по-другому, немного поправить, обойти это дело. Никто из мейнтенеров это как бы не увидел, не захотел. Мы немножко покопались в плане того, что насколько вообще актуальна вот эта проблема. То есть можно ли найти систему актуальную, которая в эксплуатации, или компилятор, где вот это не поддерживается. Я такого не нашел. Не знаю, может, еще у кого-то там есть какие-то данные. Ну, то есть мы не нашли систему или компилятор, где бы это не поддерживалось. И нас немножко как бы, что сказать, обидело. То есть мы вот тут чистили, 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 выкатили. А патч завернули. Ну, так проблема-то не в том, что не только что патч завернули, а вот те ошибки, то есть мы разложили, вот, пожалуйста, это исправление, а там еще, значит, 50 проблем остальных. Вот тот один процент. Ну, тот, а тоже не взяли. И вот это нас как бы повергло уже, ну, непонятно, заразилось. Знаете, такая даже конспирологическая теория, что вообще сама корпорация, она как бы вот продает какую-то свою внутреннюю версию, да, за деньги. А в open source вставляет какую-то фигню, которая вот периодически ломается. Я вам честно скажу, я там такие баги находил, и все мы находили, видели, что вот эта идея, она имеет право на жизнь. То есть если опираться строго на факты, то это можно доказать. Ну, или как, доказать-то нельзя, но можно так подумать. Ну, опрогнуть, да, так. Ну, в итоге что? В итоге мы сделали форк, и вот ругательный, ругательный, значит, слайд. Ничего я там не стал писать. Тезис основной, что проект не ориентирован, у него другие цели. Вот. Никто, вот, выяснили, что никто не проверяет на компилируемость на вот этих каких-то абстрактных старых системах, для которых вроде бы хочется поддерживать совместимость. То есть реально никто никогда не… Непонятно, кто последний раз вообще собирал. Из майн-тренеров, из пользователей. Непонятно вообще, кому это надо. То есть абстрактная совместимость, там, ну, есть старый, там, какой-нибудь, не знаю, HPUX 10-летней давности, который 10 лет назад снят с поддержки, не знаю, или 15 лет снят с поддержки. Такая-то старая версия. Но если там не собирается, ну, так извините меня, ну, фиг с ним. Его непонятно, кто когда собирал вообще. То есть никто… О тестах речь не идет. Речь идет о сборке. С тестами там отдельная история. И вот мы поняли, что, как бы, что-то здесь с целями не то. То есть говорить-то, может, что угодно, а вот проверки-то нет, а нам пальчик завернул. Ну, и вот этот снизу, значит, что там курсиром выделено, это я в сердцах как-то написал в баг-репорте там. Да. Ничего не надо делать, и все будет хорошо. Ну, ладно. Это… На этом кругу я, наверное, закончу. Сделали мы, в итоге, как бы, форк. Ну, с какой целью? То есть нам, опять-таки, нужно было решать наши проблемы. Проблемы, значит, в эксплуатации. То есть она у нас падала, не работала, и мы, собственно, что решили сделать? Ну, вот давайте мы сделаем патч, сделаем форк, поправим там, что получится, что мы видим, то есть решим свои проблемы, оставим его открытым. Если он кому-то будет нужен, ну, хорошо. Нет, значит, мы… Ну, нет, так нет. Мы свои проблемы решили, и все. И, собственно, во многом это остается. Эта позиция, она во многом остается. Ну, что мы… Мы забыли про Windows устаревшие системы. На FreeBSD там робко мы искали майнтрейнера, он не нашелся. В каком-то плане мы и рады, потому что, ну, взаимодействие, тестирование – это хорошо, когда уже все готово, да, и уже вроде как нечем заниматься, тогда можно вот воск навести. А там проблем куча-куча, поэтому как бы и хорошо. Вот. Что у нас в итоге? То есть мы поддерживаем только Linux. Ну, то есть мы специально, потому что там много ничего из исходников не вырезали, потому что это отдельная работа, да. Ну, вот Linux и Linux на столе даже не проверяем. Система не старше состава RedHut, тоже понятно, да. То есть имеется в виду, которые… Да, не дальше. Не глубже, я не знаю, как сказать. Правильно. Да. Которые, то есть пятый, не поддерживается уже. Мы считаем, что не надо все. Ну, ГЦЦ или Силанка, и все. А дальше мы что? Стабильность, производительность, репликация. Вот это мы начали добивать. Выполнел даби, надо сказать. У него обширная вот такая кучерявая инфраструктура там модулей, оверлеев, расширений. То есть там вот. И там тоже свои проблемы. Ну, то есть начнем с того, что есть все вот эти оверлеи, так называемые расширения, да, или плагины, если хотите их назовите, они лежат по двум кучкам. Одни как бы внутри проекта, другие снаружи. И вот те, которые снаружи, они вроде бы есть, но они половина, ну не половина, но существенная часть этих не собирается. Процентов 30. Вот. И мы так, ну, постепенно, мы это не выкинули все, но в итоге пометили, что оно не собирается. То, что собирается, в принципе, поправили варнинге и так далее. Ну, в общем, начали мух от котлет отделять, но не страдать именно таким идеализмом. То есть мы не можем себе позволить вот взять там все поправить, вычистить и так далее. Вот. Он собирается, проект собирается, собирается, значит, да, ну давайте, значит, пойдем. Собирается, то есть, без предупреждений, всеми компиляторами актуальными, там, вот, все хорошо. То есть это, я говорю, пять тысяч этих предупреждений мы вычистили. Из них там, чисто вот этих, которые были завязаны на логировании, наверное, было тысячи четыре. Еще тысяча была, значит, ну, вот так или иначе, недочетов всяких. Что мы, значит, сделали, что вот, так, по-краткому если. Ну, инфраструктура, вот много мелких правок, условно говоря. Ну, у нас там свой чекер памяти, потому что с памятью было очень плохо. Вот. И этот чекер даже недавно пришлось дорабатывать. То есть там несколько аллокаторов внутри. Плохо, плохо, значит, там есть аллокатор, такой контекст, знаете, когда вот на стеке, ну, практически на стеке многое выделили, да, там операцию, пока запрос обрабатывается, у нас память есть. Потом запрос, значит, завершили там какой-то от клиента, взяли, все, потом освободили. Ну, везде так делается. В Apache, по-моему, с Apache началось. Проблема в том, что если у вас в эту память остаются ссылки какие-то снаружи, то ай-яй-яй, да? Понятно почему, да? То есть потом, если где-то эта ссылка осталась, то это она уже все. Повисшая память, любые проблемы могут быть. Ах, с тестами. С тестами было плохо, их просто можно было зациклить, и они сами по себе вот падали. То есть make-тест, там, по циклу запустить, и там на третьей, четвертой, пятой итерации, там, не знаю, на десятой, он точно падал, останавливался, смотри. И проблема была не только в том, что сам софт как бы глючит, да, а в том, что в тестах не все хорошо. То есть они там вот так сделаны, что иногда у них, значит, спорадические падения. Тоже пришлось там все перефигачивать. Значит, движок LMDB. Вообще это отдельная, у нас в итоге появилась собственная версия, мы там много чего доделали. Отдельная тема, сейчас дальше как бы, дальше расскажу очень. Ну, slapd это сам, как сказать, сервер, демон основной. До фига там чего поправлено. Поправлено, ну, наверное, десяток застарелых ошибок, которым, не знаю, лет по пять, по-моему, самый старый лет, по-моему, семь с половиной лет. Ошибки, какого толка, это, в принципе, такие рейсы, да, но race condition. Всегда там какой-то список, мы по ним уходим, а в другом месте что-то происходит, а здесь какое-то блокирование, блокировка какая-то невнятная. И вот таких вещей, то есть это, собственно, следствие плохого кудоставила непрозрачного, таких проблем много. И вот на это, конечно, мы убили массу времени, но в итоге оно перестало падать. Последнее у нас падение, если не ошибаюсь, было, по-моему, в начале августа. Все, больше не падает. Ну, имеется в виду, релизные версии там не падают, то, что мы там на коленях что-то правим, оно падает, но это уже собственные, значит, локальные проблемы, которые мы еще и будем устранять. Значит, и вот с репликацией вообще совсем все плохо. Откровенно говоря, когда я подавал заявку вот сюда как бы на участие, я думал, что мы все проблемы устраним. И все к этому ушло, но нет. Один бак остался, я о нем расскажу. Если хотите, потом в кулак расскажу, что там. Что? Ну, типа того, да, последний бак. Ну, фишка-то в том, что… Я хотел бы прямо сказать, с инференцией заходить, заходить. Ну, это да, это было бы шикарно. В телекоме мы же вынуждены все это хорошо тестировать, и, собственно, основной набор правок, он был закончен, там, не знаю, весной, потом в мае, там, в LMDB добилили и думали так, вот за лето, значит, у нас там все будет тестироваться, а мы пока, значит, здесь сделаем… Точнее, оно тестировалось весной, а потом еще летом потестируют уже совсем наши последние правки. А мы пока замедемся пакетированием там и так далее, и вообще всем будем рассказывать, какие они белые и пушистые. А потом нам выкатили там две проблемы, неожиданно, как всегда. И мы поняли, что релизе говорить рано, надо, значит, их решать. Одна проблема – это репликация, вторая проблема в том, что внезапно мы заметили, что база данных все равно опухает, но опухает только сами таблицы. Вот уже, можно сказать, пайлот, да, вот там, где KVL хранится внутри, в базе, вот это начинает расти. И надо было искать почему, но нашли, почистили. Значит, движок. Про движок LMDB, он, на самом деле, довольно интересный. Это, знаете, такой ребус, написанный на птичьем языке и, ну, в особом состоянии духовном. Но, тем не менее, он работает. Иногда удивительно, как он работает, потому что, мне кажется, там, вот, как бы, бесконечно ошибки могут быть, потому что вот так, чтобы вот так писать, постоянно будешь ошибаться. Вот если бы я так писал, я бы понимал, что у меня там на каждой десять строчек будет какая-то бага. И поэтому, я когда туда погружаюсь, у меня вот ощущение такое, что я акваланг должен надеть, там, или, там, не знаю, скафандр, выйти в открытый космос. Вот такое ощущение, знаете. Покружаешься в какую-то, знаешь, ведро с гвоздями. Это их с гвоздями, в общем, вот такое. Но, тем не менее, значит, по LMDB, вот то, что мы там докрутили, будет доклад на HighLady. Ну, приходите, если кто-то у кого есть возможность, там, билеты платные. Значит, будут результаты бенчмарков и сравнение, значит, с Софией, с Wiretiger, LevelDB и ежесними. Бенчмарки я взял у автора Софии, фактически. И там не все просто, потому что просто где-то приходится сравнивать все-таки теплое с мягким, вот честно говоря, да, но мы сравниваем именно по кейсам. Сейчас рано об этом говорить. Приходите, будет интересно, короче говоря. Что мы еще поправили, значит. Переписали путь записи на диск. Путь сброса данных на диск. В LMDB он простой, но тем не менее, его переписали. Этим мы, значит, добились гарантии консистентности для вот того режима в Rightmap. В чем там хитрость? В том, что вот предыдущий докладчик говорил, что когда база данных внутриорганизована и мы что-то обновляем, то мы вначале должны обновить страницы, на которые что-то ссылается, а потом ссылки. То есть вначале пишем данные, потом на них указатель. Вот. А когда у нас все лежит в памяти, да, то вот так в Rightmap, то, собственно, ядро пишет то, как оно посчитает нужно, в любом порядке, как ему удобно. И вполне вероятно такая ситуация, что когда вот ядро там что-то пишет, да, тут раз по питанию авария. И у нас как бы указатели записались, так называемые метастраницы записались, а данные нет. И все. Мы эту базу потом открываем, а там будет полный кошмар. То есть концов там уже не найти в таком случае. И эта проблема признавалась, но авторы говорили, ну да, вот такой режим, вот так устроено. И ничего не исправить. Не сложно исправить было, устранили. Для нас принципиально, потому что теперь этот режим мы можем включить, объяснить службе эксплуатации, что если сделать вот так, оно будет работать. Иначе включать нельзя. Лифо – это порядок работы, переработки, как бы, гербоч коллектора, мусора. Его, собственно, тоже так вот сложно сейчас объяснить. Основной эффект его в том, что если у нас есть полезный эффект, полезный кейс, когда он что-то дает, если у нас есть система хранения или там, например, диск какой-то, или какая-то, что говорят, полка с кэшем обратной записи, то вот эта штука позволяет подстроить так, что этот кэш обратной записи очень эффективно используется. И производительность растет. И растет она очень серьезно, потому что данные как бы проваливаются в кэш, и дальше ничего не засоряется. Производительность растет в пять, в десять, в пятьдесят раз иногда. Вот только из-за этой штуки. Опять-таки подчеркиваю, это либо, значит, мы делаем пакетную фиксацию, то есть фиксируем не каждую транзакцию на диске, хотя многие базы так делают, либо, значит, мы ориентируемся на врейтбэк кэш. Омхандлер – это такая штука, в общем, сложно объяснить, к сожалению. Архитектурная проблема принципиальная в LMDB в том, вообще многих МВЦЦ, то есть когда база данных из себя представляет снапшоты. В общем, проблема в том идеологическая. В том, что если у нас есть читатель, который начал какой-то снапшот читать, какую-то версию, то мы в этой версии ничего менять не можем. И получается, что у нас что? Что застрявший, замороженный читатель, он как бы останавливает переработку мусора в базе данных. А дальше все изменения, которые льются, они занимают новые страницы. Таким образом, странная ситуация, что такой застрявший читатель приводит к тому, что у нас база данных переполняется. Это вот то самое спорадическое переполнение. Для того, чтобы база переполнилась исходно, что нужно было? Это уровень дизайна. Достаточно было, чтобы пользователь, разработчик на своей машине, который отлаживает какой-то софт, который делает LDAP-запрос. И вот он по шагам кода идет, он LDAP-запрос отправил, а ему назад куча данных. Ну а он раз тут и по шагам идет. А эта куча данных, значит, она блокирует. В итоге данные сюда еще не приехали. Через TCP stack она блокирует чтение там. И все. И вот такая штука она буквально блокировала. Ну ладно, не будем на грустном. Леонид, если можно. Да. Ну вот я как всегда разошелся. Значит, это мы поправили. Сделали утилиту MDB-CHK, которая все контролирует. И нашли кучу багов еще. То есть верификатор как FSTK для файловой системы. Решили проблему островших читателей и сделали biglog. Biglog это пришлось сделать, потому что недоделка артиктурная, там никто не думал о том, что изменения могут быть параллельны. И когда протокол репликации работает, он работает по UID. А операции в базе данных идут по DN, по первичным ключам. Есть фаза трансляции UID в DN. И вот если во время этой трансляции кто-то другой, старый UID, старую запись удалить, а создаст новую, то под действие репликатора попадет не старая версия записи, а новая. То есть, грубо говоря, он снесет что-то. Жалко, что времени мало. Быстро скажу, что мы еще много наделали. Я и так старался сокращать. Есть кворум по репликации, который переводит узел в режим RedDone, если нарушается связность. Критерий настраивает очень гибко. Вот это довольно полезно оказалось, потому что выявляется проблема связности. Значит, она тут же всплывает на аппликейшен уровне. Дальше там можно что-то разруливать. Limit Concurrent Refresh – очень интересная фишка, она была приклеена к форуму. Смысл-то в том, что у нас связанный кластер работает, и у нас связность нарушена, а потом восстанавливается. То изменения начинают между всеми узлами по принципу сообщающих сосудов растекаться. И фишка-то в том, что большинство этих изменений, которые с разных сторон будут, они одинаковые. То есть обновлений, да? Понятно. И вот только установив лимит, что принимать обновления в этот момент только с одного сервера, мы устраняем, как бы не делаем лишнего, и производительность вот этой фазы, ее скорость, она возвращается по порциональному размеру кластера. Чудесное решение. Поставили такой шлагбаум, а оно стало в разы быстрее работать. Ну и checkpoint – это как бы уже связано с нашей внутренней кухней. Оно не было сделано в OpenLDAP как нужно, там были поминутные чекпоунты, то есть теряете данные за минуту, например. А мы сделали с посекундной – это уже нормально. И по объему изменений. То есть такой автоматический треггер. В итоге нам служба эксплуатации сказала, что ну хорошо, вот это вы нас уговорили, можно включать. А смысл-то в том, что это позволяет нам включать отложенную запись, то есть не фиксировать все изменения на диски. Это можно либо диски ставить дешевле, менее производительнее, либо у нас производительность растет, условно говоря, в 100 раз. Вот вот к чему это приводит. То есть оно как бы на стоимость железа. С репликацией вот есть такая замечательная баг, такой он там описан, там диалог некий такой идет. В кулуаре, если хотите, расскажу, в чем там суть, не знаю кому интересно. И параллельно, когда вот работали уже, это работа фактически с сентября, начале октября, такой приятный момент, значит, мы устранили лишние обновления, это внутренняя кухня OpenLDAP, когда там метрики записываются, там временные отметки о версионности. И увидели, что они пишутся лишний раз. Убрали. Оказалось, что это сокращает количество транзакций, которые пишутся на диск, там два-три раза. То есть иногда пропорционально тоже размеру кластера. Вот это пока не в релизе, это исправим ошибку, все будет хорошо. Тогда все увидите. Значит, собственно, что дальше? Ну вот итог наш какой? Что мы влезли, год мы с этим провалыдались, много там мозолей, много пота, мы получили версию, она гораздо лучше, то есть мы ее можем эксплуатировать. Исходную версию эксплуатировать нельзя. На мой взгляд, ее вообще, не дай бог, ставить кому-то, какие-то странные вещи, как оно работает. Были планы зарелизиться, я говорил, не получилось. Новые баги у нас получились. Сейчас бага осталась одна. И близко мы подбираемся. Потом расскажу в клуре, если хотите, в чем там сложности свои. Ну, собственно, суть слайдов, в чем дальше, что мы дальше намерены делать? Питерсервис все-таки, ну, компания коммерческая, год провозились мы с этим проектом, и он вот меня спрашивает, а вот ты можешь гарантировать или там как-то, ну, не гарантировать, в каких терминах ты можешь обещать, что не будет больших проблем? Я говорю, я не могу. Вот код такой, что его лучше выкинуть и переписать, если честно. Он говорит, ну, тогда что, тогда надо, значит, сейчас мы будем постепенно это дело сворачивать и переходить на другую платформу. Другая платформа, скорее всего, Open DJ, есть такая штука, и все знаете. Ну, выбор окончательно еще не сделан. Но, тем не менее, эта версия, она как бы в эксплуатации находится, но не просто версия, это решение. То есть не какая-то версия, это решение на ее базе. Поэтому пока это решение будет эксплуатироваться, Питерсервис будет поддерживать это дело все. Ну, то есть, я надеюсь, вот в этом году мы выпустим релиз такой, вот скажем, что все баги, которые мы нашли, исправили. То есть наше понятие релиз как чего? Что мы исправили все баги, которые мы видим. Может какие-то мы не хотим править, но об этом как бы мы явно пишем. А дальше мы хотим передать это сообщество. Вот если кто-то заинтересуется просто, welcome, пожалуйста. Ну, собственно, наверное, все. Если вдруг вопросы будут, давайте. Спасибо большое, Леонид. Очень, на самом деле, это интересно было послушать. Вот. И OpenLDAB продолжает быть источником вдохновения для тех, кто полезет в его код. Вот. Но, честно говоря, честно говорят, как бы вот, ну, понятно. То есть, вот, или люди с другой платформы пишут, да, но вот вам не понравилось 389 ДС, да, вот. А как, она по-прежнему называется 389 ДС или переименовались даже, да? Да. Вот. А это самое, кто-то вот пишет новый, я не знаю, я о нем, кстати, хорошо с ним слышал, а кто-то вот это самое продолжает. Продолжает опыта на лапах. Читать и совершенствовать. Я, как бы, единственное, что я вспомнил по этому поводу, это, не леньте, молодой гонок, старые мики, когда вы рассказывали про это. Ну, сбор дома. А, сборку, да, шестого хеля, да, свежих лет. Ну, ладно. А что-то, 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 что-то не по-моему, а можно хипи-юксе, действительно, наверное, да? Ну, как он, наверное, позаботал. Я так, наверное, задал. Говори, говори уже. Хорошо. Я правильно понимаю, что исходники того, что вы сделали, доступны вот на гитхабе по тому адресу, который там у вас мелькан. Да, он доступен. Там недоступны некие экспериментальные правки. Ну, понятно. И DWL-ветка, у нее история может быть переписана. Мастер не переписывается. DWL, надо бывает. Я правильно понял, что это только серверная часть, а не гиевские гайки? И это... Комплект был подруга по полной гиевских гайки. То есть это у вас полный чистый форт всего, да? Да. Но на самом деле проблем с гиевским гайки как бы... Ну, скорее всего, они не сталкиваются. Они там, видимо, есть. Там работает чеки, там будет какие-то проблемы. Но на общем фоне, знаете, они как-то стерлялись. Останавливаются. И... Когда мы, как называется, рассказываем на решение, да, мы ставим сервер. И где-то там техники, где-то остаются. Оно работает. Вот здесь сервер нам дарить, оно работает. И... Просто вот сейчас в мире консорса много таких вот историй, где происходили порки. Там FFMPEG был заменен когда-то на LibAV, теперь обратно меняют туда-сюда. Вот вы со своим reopen-эндапом готовы как-то вот для всех, вот что у вас какой-то поезд внедрен во все эти бутилы и какую-то вот адекватную поддержку оказывать то, что вот вам не понравилось сообщество reopen-эндап? Смотрите, на чем строится? Из чего может привлекать поддержка? Питерсервис – компания коммерческая. Она как бы может в этом видеть выгоду, да, что вот она... Если проект пользуется популярностью, то как бы некий такой имиджевый вклад. Это вот сухой остаток, да? Плюс есть, значит, интерес там, ну, например, вот мы там тот, кто туда ночами сидел, там, начать, и все это дело выяснили, комметил. Ну, жалко выкидывать просто, да, образно говоря, столько делали-делали, а вот если получается, что выкинуть, то жалко. Поэтому, если это кому-то нужно, то разумное количество проблем можно как бы порешать. Но там есть другая проблема. Вот, то есть, вот эти кастомные модули, они кем-то были написаны, авторы потерялись и не знают даже сами, как оно работает. А их люди пытаются использовать. Вот такие вещи поддерживать сложно. В общем, на самом деле, поддерживать-то мы как бы готовы, я в каком-то разумном, да, там, объеме готов поддерживать. Но надо понимать, что, первое, там много сумасшедшего кода, много кода, который никто не использует, и я знаю вот только то, что я, ну вот, я разобрался в определенных вещах, я вот там, часть кода переписал, вот тут нехорошо. А любая другая проблема, как бы, вроде бы она рядом, но на самом деле может попадать в исходники с другого конца и требовать огроменных усилий на, значит, ее решение. То есть проблема... Вполне вероятно, я об этом говорю, что вполне вероятно. То есть дело в том, что нужен он кому-то или нет? Да, я хотел как раз продолжить. Я просто посмотрел ваше репозиторию, у меня сложилось ощущение, что вы уже достаточно давно поняли, что это не заостремится. Просто характер коммитов сильно изменился, он стал более такой наколеночный, что ли, то есть решение проблемы по месту. А вопрос, собственно, давно вы поняли это? Ну, когда форк сделали. Нет, а когда примерно? Год назад. Нет, извините, форк мы сделали... Я точно не скажу, то ли сам... На Новый год, короче, вот там плюс-минус пять дней. На Новый год, точно число не скажу. Понятно. Просто такого рода коммиты сложно... То есть надо понимать, что это была работа в стол с точки зрения комьюнити. Мы абсолютно точно понимаем, что в OpenLDAP это не попадет. Это уже обсуждалось. Это обсуждалось, это понятно. Но дело в том, что... Причем там ситуация же странная. Мы же говорим Говарду, что вот посмотри, мы поправили. Он говорит, я не могу смотреть, я не разрешаю, значит, мои там начальники, потому что у вас не та лицензия. Я не хочу смотреть даже, что вы там поправили. Вот такие вещи. А какие там конфликты с лицензией? Откуда? Нет, они же... Вы не знаете их политик. Для того, чтобы они начали смотреть код просто даже... Они хотят copyright assignment? Им нужно туда, да, обязательно коммитить в их бактрекер с отказом. И этот патч должен прилагаться к их текущему мейнстриму. Ну, понятные требования. Дело в том, что мы-то начали с того, что мы, извините, выкосили тысячу предупреждений. У нас вот этих расхождений по коду огромное количество. Поэтому у меня нет никакой иллюзии, что в OpenLDAP это никогда не попадет. Попадают отдельные правки. То есть когда Говард видит, ага, мы тут поправили багу, которая 5 лет висела у них, а вот она теперь исправилась. Он там берет, перекамичивает. Даже не перекамичивает, а правит. И мы видим, что Говард исправил багу. Понятно. Вот снаружи это так выглядит. Жаль, жаль. Давайте дальше. Спасибо. Коллеги, у нас просто уже... Мы отнимаем время от обеда, это святое. Спасибо большое, Леонид. Это очень интересно. Я надеюсь, что мы продолжим обсуждение. Очень интересный доклад. Спасибо. Спасибо.